Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надя Райс, и вы на моем канале. Давайте посмотрим, что приготовила для вас в следующей неделе. Что ж, мои скорпиончики, настраивайтесь на расклад. Будем начинать. Вы на следующей неделе. Десятка жезлов. Неплохая карта, но она говорит о том, что для того, чтобы получить желаемое, придется очень хорошо потрудиться. И следующая неделя действительно будет очень активной. Очень много задач, очень много хлопот. Будете все тянуть на себе. Вот так вот. Давайте смотреть рабочие вопросы. Что здесь у вас по работе? Старший Аркан Шот говорит о том, что на работе могут проиграться какие-то новые задания, новые задачи. Возможно, будете решать нетривиальные ситуации. То есть что-то новое может прийти, что до этого не делали. И придется разбираться по ходу. Получение нового опыта. Для кого-то может проиграться желание оставить работу, на которой вы работаете по найму, и начать какое-то свое дело. Заниматься чем-то, но отдельно, самостоятельно. Для многих в плане открытия своего собственного бизнеса здесь может проиграться забота о детях. То есть это могут быть детские сады, начальное школьное заведение, какие-то услуги по обучению деток. Магазины детской одежды. Вообще магазины всего того, что для детей. Вот как-то так. Если ищите новую работу, то давайте еще посмотрю. Здесь будет приглашение на интервью, но как трудоустройство такового я еще пока не вижу. А по финансам? По финансам здесь у вас неплохо. Выпадает старший аркан император. То есть данная карта говорит о том, что финансы у вас однозначно есть. Если меня смотрят мужчины, то это люди, которые хорошо стоят на ногах. Они уже имеют какое-то состояние. Финансовое состояние. То есть скорее всего есть и дом, и счет хороший. В банке с денежкой на нем. То есть здесь все комфортно, стабильно. Опять же, работаете очень много. Соответственно, зарабатываете тоже здесь очень много. Если меня смотрят женщины, здесь может быть в плане финансов либо помощь от вашего партнера. Потому что император это еще карта, сигнификатор партнера. Супруга, де-факто партнера. Либо, например, отца. То есть мужчины в вашей семье, который может вас поддерживать финансово. Для кого-то, безусловно, это поддержка государства. Но обычно это все-таки человек. Да, и может быть поездка с этим человеком, кстати, по старшему аркану колесницы. Можете поехать куда-то. В плане денег, в плане финансово здесь может быть финансовый рост. У кого-то за счет партнера, партнерства. Может быть и партнерства по бизнесу, кстати. У кого-то за счет того, что вас поддерживает ваш партнер. Так, может проиграться еще покупка транспортного средства. Можете машину покупать, например. Ну хорошо, по финансам здесь все хорошо, все стабильно. Вы смотрите, что здесь может быть. Здесь может быть еще служебная поездка, которая проиграется. Плюс командировка, да. Могут быть хорошие вести для вас от мужчины. Если меня смотрят женщины. Вообще здесь идет карьерный рост. Признание. Признание вас как высококлассного специалиста. Может быть еще что встретитесь с кем-то в поездке. И этот человек окажет важное влияние на вашу жизнь в дальнейшем. В плане карьера, роста и финансового благополучия. Давайте смотреть, что у вас здесь в плане личных отношений. Работаете над отношениями? Ходи не все всегда устраивает, но над отношениями работаете. Понимаете, что отношения это тоже работа. Ладушки, давайте смотреть. Если вы находитесь в парах, то здесь для вас важен ваш дом, уют, комфорт, стабильность, семейное благополучие. Для тех, кто ищет знакомства. Знакомство будет в поездке однозначно. Вот видите, даже карта падает вам в поездке. Поэтому хотите знакомства, отправляйтесь в путешествие. Ваше эмоциональное состояние на следующей неделе. Закрывайтесь от какой-то ситуации сложной. Не хотите ее обсуждать. Опять-таки, мысли могут быть о каких-то новостях. И прежде чем верить этим новостям, проверьте их. Потому что могут быть, ну вот то, что говорят, какие-то сплетни ходить вокруг. Да, вот этот вариант здесь есть. Опять-таки, ваш фокус, эмоциональное состояние на следующей неделе – это планирование. Чего бы вы не хотели, чему бы вы не стремились. Эмоций здесь не особо много. То есть вы их не показываете. Даже если они есть, вы их держите в себе. И основной фокус будет на планировании. Что будет вас мотивировать на следующей неделе? Прекрасная карта. Старший Аркан Любовники. Он говорит о том, что для кого-то может проиграться, как выбор дома, покупка дома. Например, переезд на новое место жительства. То есть ситуация выбора. Ситуация выбора, ситуация партнерства. Вот это все то, что будет мотивировать вас на следующей неделе. А достижения какие? Парыцарю Пентакли и может быть очень удачная бизнес-командировка для вас здесь. В любом случае, здесь идет прогресс. Именно в плане финансового развития, финансового благополучия, карьерного роста. А что вам сердце успокоит на следующей неделе? Девятка Пентакли. Осознание того, что вы финансово стабильны и финансово независимы. Но все здесь прекрасно. У вас такой фокус больше идет на бизнес, действительно. Семья, бизнес. Семья в широком понимании этого слова. Финансовое благополучие здесь и комфорт. Ну что ж, скорпеночки. Благодарю вас за просмотр этого видео. Пишите мне, как проигрывается, либо не проигрывается для вас этот расклад.